приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как найти и устранить неполадки в сети да 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 вот такая вот важная сегодня тема ну а для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академицийской линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированных кадры ну и вот как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию собственно мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно я буду вам детально все показывать демонстрировать объяснять но ваша задача взять и за мной все это дело повторить как результат вас как раз и появится вот те самые умения знания навыки которые можно продать работодателю можно найти работу или повысить свою зарплату вот и соответственно жить намного лучше даже не бомжевать итак коллеги давайте начинать собственно я специально для вас приготовил статью в нашем блоге соответственно все что я буду показывать есть в текстовом виде где вы можете по сути взять и сделать control c control в но я вам рекомендую вот все равно все это дело проделать потому что потому что знаний и умений будет больше итак поехали 10 инструментов для поиска и устранения неполадок в сети значит что важно коллеги перед тем как мы перейдем вообще к этим инструментом нужно вообще понимать как сети работают вот это очень важный момент как вообще происходит поиск и устранение неполадок да потому что инструмент это у нас есть но возникает вопрос как искать чтобы не было это похоже на на бегание со стороны на сторону тонущего корабля да и клацание всевозможных команд поэтому вы должны четко понимать как искать вот эти самые неисправности ну и здесь я хочу обратиться к одной из глав курса сисены собственно коллеги я вас приглашаю на фундаментальный курс по сетям это циска сисены собственно в чем преимущество вообще курсов циска в том что там очень детально объясняется как вообще сети работает и так собственно третья глава 1 семестр первая часть курса сисены собственно коллеги здесь появляются некие модели что такое модель модель это это собственно описание того как сеть работает соответственно существует две модели на данный момент первая модель называется ойсай расшифровывается как open system interconnect reference модель на русский переводится как эталонная модель взаимодействия открытых систем собственно по этой модели и работают все системе таким образом получается чтобы найти почему не работает нужно знать как оно должно работать и вот здесь вот вам на помощь придет модель уриса open system interconnect reference модов что интересно то что эта модель она более теоретическая и на практике ею не очень удобно пользоваться соответственно для удобства для вашего удобства появляется модель которая называется tcp ip соответственно это более практическая модель в чем ее различие от модели ойсай в том что здесь объединяется нижние два уровня физические канальные и верхние три уровня приложение и представления и сессионный таким образом таким образом получается практически легче искать неисправность и так коллеги дальше с моделями модели не буду рассказывать это вот сессионной приходите мы вас этому научим но на тема то у нас какая-то поиск и устранение неполадок поэтому возникает вопрос как искать вот эти все неполадки коллеги существует три способа поиска неполадок вариант номер один называется снизу вверх снизу вверх что значит снизу вверх то есть вы начинаете проверять все снизу вверх то есть начинаете проходиться по модели ойсай ну или по tcp ip начиная с физического уровня и заканчивая уровнем приложения как это выглядит ну например начинаем с физического уровня соответственно вы проверяете если у вас физика как проверить физику на сервере там да в linux очень просто посмотреть на светодиод у меня здесь ноутбуки есть сетевая карта соответственно если в нее вставить кабель витую пару то соответственно встретиться два светодиода первый светодиод это speed а второй статус и ну или наоборот статус и speed соответственно если статус у вас светится да значит у вас физика есть физика есть что значит физика есть то есть физическое соединение есть и по О нем передаются уже эти самые битики. Понятно, да? То есть вот так вот мы выяснили, что первый уровень у меня работает. Второй уровень, коллеги, это канальный уровень. Что такое канальный уровень? Это когда наши битики объединяются в кадры, да? И, соответственно, появляется у нас МАК адресация, появляются кадры, появляется целостность кадров, контрольная сумма, да, в конце кадров. Соответственно, ну и скорость тоже появляется, да? То есть, уже есть какие-то стандартизированные потоки, например, 10 мегабит, 100 мегабит, гигабит, 10 гигабит, 40 гигабит, 100 гигабит и так дальше. Вот за это как раз и отвечает светодиодик, который спит. То есть, изначально, вот визуально посмотреть, что у вас канал, какой-то канал условно есть, вы смотрите по светодиоду спит. Прямо не надо ничего вводить, никакие команды. Но, может быть, более сложные ситуации, например, могут быть потери. Ну, например, ваша витая пара находится возле какого-то силового кабеля. Ну, или пачкор покоцанный, его покусали бомжи или еще кто-то там. Вот, соответственно, кадры теряются. Таким образом, вот здесь вот уже вам помогут команды, которые я, кстати, сегодня покажу. Понятно, да? То есть, вот таким образом вы выясняете, есть ли какие-то неисправности на канальном уровне. Движемся вверх. Это сетевой уровень. Соответственно, на сетевом уровне задача проверить кого? Правильно, работу сети, сетевые протоколы. Соответственно, смотрим, есть ли у нас IP-адреса, ходят ли у нас пакеты туда-сюда, пинг там, например, да. Кстати, сегодня будет у нас о команде пинг. Вот, есть ли маршрутизация, туда ли маршрутизация или сюда маршрутизация. Это куда-то маршрутизация. Вот таким образом мы выясняем работу сетевого уровня. Поднимаемся вверх. Транспортный уровень. Соответственно, на транспортном уровне у нас появляются порты. Соответственно, вот здесь вот, если что-то не работает, то вы выясняете, открыт ли порт или закрыт, или фильтрован. Что с ним такое, вот с этим портом? Соответственно, порты у нас бывают двух типов. Соответственно, это TCP и UDP. Вот таким вот образом тоже мы сегодня посмотрим, покажу вам команды, которые позволяют выяснить вот работу транспортного уровня. Таким образом, вы это тоже выясняйте. Еще раз, это был метод поиска неисправности, который называется снизу вверх. То есть, мы начали с физического уровня и движемся вверх. Ну, а вверху у нас приложения тоже есть методы поиска неисправностей работы конкретных приложений. Но, в основном, я вам так скажу из практики, что в основном какие-то неисправности как раз и случаются в первых четырех уровнях. Поэтому, фактически, то, что я вам буду сегодня показывать, вот те инструменты поиска и устранения неполадок, это как раз они посвящены первым четырем уровням. Значит, с моделью TCP и IP, коллеги, точно так же, да, то есть, вы точно таким же образом движетесь вверх. Вот такая идея. Дальше, второй метод поиска и устранения неполадок называется сверху вниз. Сверху вниз, то есть, вы фактически начинаете тестировать приложение. Дальше, как работает уровень представления, как у вас там сессия приложения, есть она или нету, как приложение общается, диалоги. Дальше, транспортный уровень сетевой, ну и так дальше, да, то есть, вы движетесь сверху вниз. Ну и третий, самый сложный метод поиска неполадок называется разделяй и властвуй. Соответственно, смысл этого метода состоит в том, что вы берете палец и, соответственно, тыкаете. Куда? Ну, например, на транспортный уровень. И в зависимости от того, работает или нет, движетесь или вверх, или вниз, или вниз. Понятно, да? Этот метод называется вот разделяй и властвуй. Это наиболее сложный метод, ну и его обычно используют инженеры, которые наиболее продвинутые и опытные. Я же вам рекомендую, коллеги, двигаться снизу вверх. Это наиболее простой метод, ну и как результат он наиболее эффективный, да. То есть, вы проходитесь, потому что может, кстати, быть, я почему рекомендую снизу вверх, потому что могут быть проблемы не только, там, например, с физикой или с каналом, да, могут еще быть и там несовпадения МТЮ, например, там, да, какие-то проблемы более высокого уровня. Но если вы пройдетесь вот прям по всей модели ОСА, то вы выясните как раз вот эти все неисправности. Вот такая вот, собственно, теория. Значит, еще раз детально это все объясняется в курсе CCNA. Вот чем преимущество курсов ЦИСКО? В том, что там есть глубокое понимание того, как сеть работает. Вот поэтому желательно, чтобы вы это знали. Ну и вообще, если вы хотите нормально зарабатывать, то нужно быть специалистом на стыке каких-то знаний и технологий. Ну, например, вот знания сетей я хорошо буду применять к знаниям Линукса, да. То есть, на практике я буду вот с Линуксом сейчас работать. Вот, если есть вот этот стык, то можно очень неплохо зарабатывать. Там сети, Линукс и программирование, например, да, DevOps Engineer. Например, две с половиной тысячи долларов зарплата без опыта. Поэтому, ну вот старайтесь, чтобы у вас этот стык был. Учите то, что как раз нужно, чтобы быть специалистом на стыке знаний и технологий. Итак, поехали дальше. Значит, возвращаемся в статью. И давайте пройдемся по всем этим инструментам. Я покажу с примерами. И, соответственно, все это дело будет видно. Итак, начинаем с первого инструмента. Это команда PING. Что такое PING? Это инструмент, который позволяет отправить эхозапрос на удаленную систему. И посмотреть наличие, соединение или доступности удаленной системы. Доступности именно сервера какого-то удаленной системы. Таким образом, утилита PING, она относится, давайте сразу сопоставлять к чему? К третьему уровню модели OSI. То есть, вы можете выяснить вот как раз сетевой уровень. Как он у вас работает вообще. Работает ли ваша сеть вообще. Ну или не работает. Итак, давайте выяснять. Значит, вот у меня есть сервер. Сервер, он где-то находится в облаках. Соответственно, я хочу проверить, доступен ли у меня там Google. Соответственно, что я делаю? Я пишу PING. Ну и, например, Google.com. И, соответственно, что я вижу? То, что вот у меня все это дело PINGуется. То есть, я вижу, что у меня все это дело доступно. Значит, что важно? То, что по умолчанию PING будет работать бесконечно. В этом появляются такие ключи, как минус C. C это COUNT. Например, 4. То есть, вот, пожалуйста, я делаю 4 запроса. Значит, что еще интересно, коллеги? То, что, видите, по умолчанию у меня вот в Google обращение было сделано по протоколу IPv6. Поэтому вы можете регулировать, выбрать, по какому протоколу выполнять этот PING. Таким образом, получается, что вы вот здесь вот на сетевом уровне как раз выясняете, какой ваш протокол IPv4 работает или IPv6. То есть, это дело все можно переключать. Итак, поехали. Значит, PING минус 4 Google.com минус C4. И вот, пожалуйста, теперь я пингую все по протоколу IPv4. Я могу сделать то же самое. Просто надо сделать PING минус 6. И теперь, смотрите, я уже пингую по протоколу IPv6. Вот такая вот полезная, очень полезная утилита. Вот берите, как говорится, пользуйтесь. Ну, кстати, в PING там есть много всяких опций. Наверное, о PING надо будет сделать отдельный мастер-класс. Например, как проверить MTU, фрагментацию пакетов. Да, вот сделаем отдельно, наверное, мастер-класс. Потому что утилита простая с одной стороны, а с другой стороны никто не умеет ее пользоваться. Да, то есть, все привыкли там писать PING. Можно, кстати, вот пропинговать, просмотреть доступность. Я, собственно, пинговал по доменному имени. То есть, я писал, собственно, Google.com. Но вы можете проверить именно доступность по IP-адресу. Вот, например, PING 8888 минус CCOUNT 4. То есть, посылаем 4 запроса. Ну и вот, пожалуйста, 4 моих запроса. Работают все здорово. Вот такая вот интересная команда утилита. Поехали дальше. Следующая утилита, о которой я хотел рассказать, это утилита NETSTAT. Соответственно, в чем преимущество NETSTAT? В том, что с помощью NETSTAT можно посмотреть, какие у вас открытые порты, какие у вас порты закрытые. Может, у вас что-то недоступно именно на вашей системе. Не на удаленной, а на вашей. Таким образом, утилита NETSTAT, она, по сути, работает на транспортном уровне. Да, и показывает работу вашего транспортного уровня на вашем сервере. Да, вот, собственно, давайте это дело все и выясним. Значит, что важно, пока не начали. То, что NETSTAT по умолчанию, значит, для работы NETSTAT необходимо такой пакет, который называется NETTools. По умолчанию NETTools в новых Linux отсутствует, и вместо него используется утилита SS. Давайте я вначале покажу SS, а потом вернемся к NETTools и, собственно, NETSTAT. Итак, как же SS-ом смотреть? Значит, ну, по сути, точно так же, как и в NETSTAT. Итак, SS- что? Минус Тюл-Пан. Значит, итак, вводим, и мы видим, какие у нас порты открытые, какие закрытые, какой процесс слушает тот или иной порт. Вот такая вот интересная команда. Ну, давайте, чтобы было более все очевидно. Значит, по опциям. Значит, давайте посмотрим чисто TCP порты. Значит, TLAN. Соответственно, нажимаем Enter. Ну, и вот мы видим, какие у меня открыты TCP порты. Какие порты? Ну, вот, например, 53, 22, 25, 445, 139. Ну, и, собственно, то же самое, только под протоколом IPv6. То есть, это те порты, которые открыты в моей системе и фактически ждут подключения. Также показывает система установленные соединения. Ну, например, вот, вот STAB. Видите, состояние STAB established. Соответственно, мой компьютер, вот у него IP-адрес, порт источника, подключился к серверу, IP-адрес сервера и порт назначения. То есть, вот с помощью SS вы можете это делать все вот таким вот образом увидеть. Это еще раз было TCP. Дальше, UDP. UDP. Давайте посмотрим UDP. Вот смотрим, какие у меня открыты UDP порты. Вот это DNS сервер, да, традиционно. Ну, и Samba, SMP. Соответственно, вот она готова подключаться, ждет входящих подключений. Вот такая вот интересная команда. Можно, кстати, добавить флаг P и, соответственно, посмотреть, какие процессы использует, открывает тот или иной порт. Ну, у меня это, видите, NMDB. Ну, это, это Samba, SMP протокол. Служба Samba. Вот такая вот интересная команда. Значит, наиболее полный вывод, еще раз, это SS, SS-TULEPAN. Вот, 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 показывает прям все, все, вот Apache меня работает, и процессы, какие порты открытые, и все на сети. Значит, это было еще раз у нас SS, коллеги. Это все на новых Linux. Если у вас Linux относительно старый, то вам необходим Netstat. А Netstat входит в пакет NetTools. Поэтому нам его необходимо вначале установить. Итак, APT install Net-Tools. И, соответственно, идет установка. Вот, установка. Установка завершилась. Итак, Netstat. Stat-Tools. Нажимаем, и мы видим, по сути, то же самое. Да, то есть, то же самое, все это дело у нас, так, еще раз, clear, так, 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 вот оно поместилось, все. Значит, вот, пожалуйста, все мы это дело видим, да. Значит, TCP порты, UDP порты, какой процесс это дело открыл, это соединение там, да, вот, established, вот, наш SSHD, и так дальше. То есть, вот таким вот образом вы можете это дело все посмотреть. Значит, Netstat достаточно, ну, и SS, в принципе, достаточно мощные инструменты. Наверное, тоже сделаем у них отдельный мастер-класс. Вот, тоже, как говорится, берите, пользуйтесь на здоровье. Поехали дальше. Следующая весьма важная команда, которую я вам хотел показать, это Netcat. Соответственно, прям очень важная команда. Может быть, кто-то из вас о ней даже не слышал или не использовал. Соответственно, очень рекомендую. Позволяет посмотреть удаленные, доступность удаленных портов на удаленной системе. То есть, мы фактически с помощью Netcat уже проверяем удаленный транспортный уровень, да, удаленной системы. То есть, если там Netstat или SS показывала порты, которые на вашем компьютере доступны, то вот Netcat как раз показывает прохождение вот так вот, вот так вот сегментов, да. То есть, и по сети, и по каналу, и по физике в одну сторону, да. И с другой стороны это вот здесь вот входящее все это дело. Вот, вот это, вот и вот это, да. То есть, полностью прохождение всего по транспортному уровню. Вот такая вот интересная и полезная команда Netcat. Итак, давайте тестировать. Значит, поехали. Значит, NNK, соответственно, Netcat, минус. Ключи будут у нас следующие. VZ. Ну, а дальше IP адрес, ну, или домен системы, которую вы хотите протестировать. Доступность. Ну, я введу 888. И, соответственно, давайте посмотрим 443. Нажимаем Enter. Ну, и что мы видим? То, что удаленный порт у нас success, да. То есть, он, пожалуйста, доступен. Протокол TCP. Вот это дело все у нас доступно. Дальше. Давайте проверим доступность UDP порта. Соответственно, меняется у нас ключик. Соответственно, здесь появляется U. Соответственно, будет VUS, да. VUS. Ну, и, соответственно, порт, например, 53. 53, 53 это DNS. Вот, нажимаем. Вот. И смотрим, что у нас, да, UDP доступен. То есть, вот таким вот образом легко можно протестировать работоспособность, доступность удаленной системы по протоколу TCP или UDP. В чем еще преимущество Netcat? В том, что, ну, например, очень тяжело тестить UDP, коллеги. Да, лучше всего UDP тестить каким-нибудь NMAP, например, там, да. Но для UDP тестирования вот необходимы судожные права. То есть, суперпользовательские права. Вот. Netcat позволяет тестировать без всяких прав. Просто запускаете, тестируете. Очень-очень удобно. Поехали дальше. Следующая весьма важная утилита – это Trace Path. Соответственно, он похож на Trace Road. И, соответственно, позволяет посмотреть, как проходят пакеты вот к удаленной системе. То есть, фактически, Trust Space позволяет вам проверить вот как раз работоспособность вот всего этого пути, да. То есть, сетевого уровня, вот, и до сетевого уровня, да. То есть, вот такая вот интересная команда. Давайте ее тоже сейчас протестируем. Итак, значит, Trace Path. Ну, а дальше, что вы там хотите протестировать? Куда вы хотите доступность какую-то? Ну, давайте 888. Нажмем Enter. Ну, и вот мы видим, как наши пакеты куда-то там сейчас идут. Вот, пожалуйста, да. То есть, это, собственно, моя сеть. А дальше пишет No Replay. Почему No Replay? Потому что где-то там между моим сервером и 888 находятся какие-то другие маршрутизаторы в Google. И Google к ним, видите, доступ, собственно, запретил, чтобы злоумышленники не могли выяснить, хакеры, чтобы не могли выяснить, что же там в Google, да. То есть, вот видите, как Google защищается. Ну, можно, давайте не 888, а давайте, например, сделаем blog.cd.com и мы.com. И, соответственно, выясним, как идут пакеты к нашему блогу. Вот, вот так вот. Чик-джик-джик. Чик-джик-джик. И что дальше? И дальше вот как-то так, да. Вот такая вот команда интересная, да. Соответственно, тоже интересно. Значит, ну, кроме трейспаза, есть и другие инструменты для того, чтобы проверить вот прохождение туда-сюда всего этого дела. Трейсроуд. Ну, вот в Ubuntu есть такая интересная команда еще МТР. О ней тоже, кстати, мало кто знает. Значит, кроме трейсроуда. Давайте трейсроуд вам покажу. Тре-тра-тра-сэ. Трейс-та-елки-тра. Трейс-трейс-паз, трейсроуд. Так что трейсроуда нету трассы. Ру-тэ. Ага, только по IPv6. Значит, ну, выкинули, видать, в новой Ubuntu. Итак, МТР. Я вам рекомендую МТР. Значит, МТР. МТР. 8-8-8. И, соответственно, в чем преимущество МТР-а? Посмотрите. То есть, он это дело все обновляет вживую. Да, то есть, циферки, видите, меняются. Вот, сент. Девятый пакет. Десятый пошел. Одиннадцатый. Да, то есть, и вот такая вот статистика. Значит, еще раз, это МТР. Очень рекомендую. Есть, кстати, для Windows есть WinMTR. Вот, поэтому можете себе установить и, как говорится, пользоваться. Тоже вот здорово, на самом деле. МТР, давайте еще blog.cd.com и мы.com и посмотрим, как это дело все работает. Вот, пожалуйста, тоже по IPv6 тоже работает. Так, да, видно, да? То есть, вот. Соответственно, что мы видим? То, что между моим сервером, вот, и сервером blog.cd.com и у нас сколько серверов маршрутизаторов? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, и шестой это мой шлюз, да? То есть, вот таким образом мы это выяснили. То есть, между моим сервером, вот, на котором я сейчас это показываю, и blog.cd.com, вот, пожалуйста, шесть серверов. Вот такая вот интересная идея. Поэтому, коллеги, пользуйтесь. TracePice, TraceRoad, ну и МТР, одна из таких вот лучших команд. Так, с этим ясно поехали дальше. Следующий инструмент это Telnet. Telnet, команда Telnet позволяет, ну, Telnet это классический протокол удаленного управления, там, маршрутизаторами, серверами. Telnet сейчас не используется ввиду того, что данные передаются в незашифрованном виде, но с помощью Telnet вы легко можете выяснить открытость удаленных TCP портов, да? То есть, вот, ну, я вам рекомендую команду Netcat, но тем не менее, да, раз у нас Telnet есть, то давайте его протестим. Значит, что важно, то, что Telnet в новых системах, видите, выкинули, вот, Telnet, выкинули, да, соответственно, его нужно поставить. Итак, APT, install, хотя на старых Linux'ах он был, Telnet, так, сейчас у нас это дело все, ага, стоит Telnet, Telnet, ага, вот Telnet, ну, а дальше поехали. Значит, Telnet, куда мы будем подключаться, вот, ну, вот, выясняем открытость TCP портов, давайте, 8, 8, 8 и традиционно 443. Так, подключение произошло, видите, escape charset is, да, вот, собственно, подключение произошло, ну, и соединение было закрыто. То есть, вот, вот таким образом, вы скажете, это что-то не очень очевидно, что порт открытый. Ну, вот, вот оно, если порт будет не открытый, то вы, ну, давайте сделаем 444 и вы увидите, видите, трайн и оно висит, да, и оно висит. Вот, и нету вот этого escape charset. Если есть escape charset, это значит, что соединение установлено, то есть TCP порт у вас открыт. То есть, вот, мы выяснили, трехстороннее рукопожатие произошло, и вы подключились к удаленной системе. Connection closed, видите, вот, соединение разорвано, то есть оно было установлено. Вот такая вот интересная команда telnet, тоже берите, пользуйтесь. Поехали дальше. Следующий инструмент это curl. Коллеги, честно говоря, не знаю, как он читается, меня вечно все в блоге ругают, что неправильно читаешь этот curl. Значит, если вы знаете, как правильно читаете, читается, напишите. Итак, поехали, curl. Ой, еще раз, curl. curl, значит, минус V, ну, а дальше, дальше, telnet. Почему именно этот инструмент я вам рекомендую? Потому что по умолчанию он есть на всех серверах. Соответственно, вы можете, прям, не надо ничего устанавливать, да, вот, и это дело все видно. Итак, что мы видим? Trine, Trine, так, а что Trine? А, нету, довольнымся. Значит, еще раз вот здесь вот так вот, двоеточие. Trine, значит, connected. Видите, коллеги, connected. Что значит connected? Connected означает, что удаленный порт открыт. И вы, соответственно, можете быть уверенным в том, что ваши сегменты дойдут, да. То есть вы, по сути, из своего транспортного уровня послали, послали сегменты, и они дошли до транспортного уровня удаленной системы. Да, то есть вот мы это дело тоже все выяснили, что у меня все проходит, все работает. Вот такая вот интересная команда. Итак, поехали дальше. Значит, с курлом все ясно. Следующая команда это S2. Значит, коллеги, что важно, то, что вот все те команды, все эти инструменты, которые были до этого, они отображали в основном работу чего? Работу канального, сетевого уровня и транспортного, да. То есть мы в основном тестировали транспортный и канальный, и сетевой уровень. Возникает вопрос, а как же канальный уровень, а как же физический уровень? Есть ли инструменты для тестирования именно канального и физического уровня? Да, есть. И это как раз инструмент S2. Давайте тоже потестируем. Так, значит, это что у нас? Вот видите, разорвалось соединение. Итак, S2. Значит, S2. S2, ну а дальше нужно ввести интерфейс, имя интерфейса. Значит, как посмотреть имя интерфейса? Давайте начнем сначала. Значит, здесь несколько вариантов. Для этого нужно написать команду IP address show. И вы можете увидеть, какие у вас есть интерфейсы. Ну, у меня какие интерфейсы? LO 0, ETH 0 и ETH 1. Да, то есть, вот таким вот образом можно выяснить, какие интерфейсы. Ну, а потом писать S2. Итак, S2, ETH, ETH 0. И вот, пожалуйста, я вижу. Но, так как у меня мой Linux виртуализированный, он находится в облаке, то, видите, канала нифига не видно. Да, то есть, speed какой поддерживается, непонятно. Вот, transfered непонятно. Но, коллеги, что важно? То, что если у вас там какие-то проблемы, то вот здесь вы это дело все увидите. Собственно, ну, вот здесь вот на скриншоте видите, да, 100 мегабит, full, duplex. Вот, twisted part, там, витая пара, там, да, auto, mdx, вот, auto, там, да. То есть, вот, вот, вот канал удобно тестировать с помощью S-tool. Еще раз, это удобно, если ваш сервер физический, физический, если он у вас не виртуальный. Ну, с виртуальными, вы скажете, бывают проблемы. В основном, с каналами, с физикой нет. В основном, где-то выше проблемы, если у вас там виртуализация или какие-то облака. Но, тем не менее, еще раз, S-tool весьма-весьма полезная команда. Поехали дальше. Следующая команда, как посмотреть IP-адрес на вашем компьютере, на вашем сервере. Значит, для этого есть команда IP-адрес-шоу. Собственно, я вам ее уже только что показывал для выяснения имен интерфейса. Ну, давайте еще раз, еще раз. IP-адрес-шоу. И, соответственно, здесь мы видим все наши сетевые адаптеры и все IP-адреса, которые на них установлены. Итак, второй адаптер у меня ETH 0. Какие тут? Что я вижу? Я тут вижу MAC-адрес. Вот он, вот он, да, MAC-адрес моего сетевого адаптера. Дальше я вижу IP-адрес. Вот он. Я вижу, я вижу, я вижу, что я тут вижу. Я вижу IPv6-адрес. Вот он, пожалуйста, доступен, да. Я вижу link-local-адрес IPv6. Вот он доступен, да. То есть, вот такие вот вещи здесь видно. Ну, и состояние адаптера MTU. Вот тоже это относится уже к канальному уровню. Я вижу state-up. State-up, да. То есть, он у меня работает, этот адаптер. Вот такая вот важная момент. И поэтому, коллеги, еще раз, это команда show IP-адрес-шоу. Эта команда работает на новых Linux. Если у вас старый Linux, то и в конфиг. И в конфиг, вот, пожалуйста, мы видим то же самое. Значит, ETH1. Что я вижу? Я вижу MTU. Вот он, пожалуйста, 1500. Я вижу IP-адрес. Так, нет. Вот этот адаптер мы смотрели. Еще раз. ETH0. MTU 1500. Вот мой IPv4 адрес. Вот моя маска. IPv6. LinkLocal. Вот он, да. Вот. Обратите внимание, то, что, значит, здесь используется технология генерации LinkLocal адреса, который называется UI64. Вот наш MAC-адрес, и мы видим, что здесь, вот он сгенерировался. FFFE внутри есть. Дальше IPv6 адрес, Global Unique Address. Вот он, пожалуйста, да. То есть, и, кстати, вот важные моменты, которые показывает команда ifconfig, которые относятся уже к каналу. Это, посмотрите, вот здесь вот RxError. Rx это Receive. Error это ошибки, да. Соответственно, ошибки приема. 0. DropEd отброшенных кадров. Кадров 0. EverRuns. EverRuns это кадры переростки, да. То есть, больше, чем система может принять. Вот. То же самое. Давайте смотрим Tx. Tx это Transmit, это передача. Отправлено 6200 кадров. Это вот столько в байтах. Вот. И самое главное это Errors, коллеги. 0. DropEd 0. OverRuns. Carrier сброшено. Collision. Да. Коллизии. Вот они. То есть, канал можно посмотреть. Лучше даже смотреть командой ifconfig. Вот такая вот интересная команда. Поэтому, пожалуйста, тоже обращайтесь. Значит, вот эти Errors у вас должны быть нули. Если у вас не нули, это означает, что проблема с каналом. Скорее всего, битый патчкорд, наводки какие-то, ну или бомжи покусали ваш кабель. Поэтому, вот, пожалуйста, смотрите, выясняйте. Так, с этим ясно. Поехали дальше. Следующая команда это ARP. Значит, коллеги, как посмотреть, вот, какие MAC-адреса, какие IP-адреса, какие MAC-адреса соответствуют каким IP-адресам. Собственно, за это отвечает протокол ARP, Address Resolution Protocol. Ну, и для этого есть команда Clear, для этого есть команда ARP-A, соответственно, вот, пожалуйста, я вижу, какой IP-адрес это мой шлюз, да, и какой у него MAC-адрес. Что важно, то, что команда ARP-A входит в пакет NetTools и на новых Linux'ах ARP-A нету. Вы скажете, а что же там? А там команда IP Neighbor, как оно пишется, NeighborShow, вот так вот, да. Ну, и мы видим, по сути, то же самое, да, то есть, вот, пожалуйста, мой шлюз, вот его MAC-адрес. Дальше, вот IPv6 адрес шлюза и вот его MAC-адрес, да, то есть, вот IP NeighborShow. Вот такая вот полезная команда. Пожалуйста, запомните, еще раз, IP NeighborShow на новых Linux'ах, ARP-A на старых. Берите, пользуйтесь. Так, поехали дальше. Следующая команда Root, по сути, позволяет показать таблицу маршрутизации, соответственно, чтобы вы понимали, какие, куда пакеты ходят. Что важно, то, что команда Root есть в пакете NetTools, поэтому она работает на новых Linux'ах, на старых Linux'ах, на старых. Итак, давайте протестим Root, минус N, ну и вот, пожалуйста, моя таблица маршрутизации. Вместо Root, минус N, можно использовать команду NetStat, NetStat, минус RN, минус RN, и, по сути, будет то же самое, да. То есть, вот, пожалуйста, можно вот так вот это смотреть. Дальше, вы скажете, у меня новый Linux, никаких Root, никаких NetStat нет, уж кто мне, как мне посмотреть таблицу маршрутизации. Для этого есть команда IP, IP Root, шоу, вы скажете, офигеть, это же уже как на CISC прям, значит, вот. Ну да, да, все стремятся к интерфейсу CISC, даже Linux, коллеги, да, даже Linux. Сейчас вообще команды CISC, они везде, и на Zyxel, и на H-Core, и на, кто там еще, Huawei там один в один прям украл все. Поэтому, вот такая вот картина. Итак, еще раз, IP Root, шоу, что мы видим? То, что шлюз по умолчанию у меня, вот он, пожалуйста, все то же самое, да. Ну, есть некие вот статические маршруты, пожалуйста, тоже здесь доступны. По сути, то же самое, только в другом, в другом виде. Вот такая вот полезная команда, такие вот инструменты. Так, ну, вроде все, значит, дошли мы до конца топ-10 лучших инструментов для устранения палаток. Поэтому, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, значит, ну, а я давайте подытожу. Значит, что важно? То, что в основном все проблемы случаются где-то вот здесь вот внизу, внизу, да, то есть или на физическом уровне, или на канальном, или на сетевом, или на транспортном. Поэтому, ваша задача, по сути, попробовать отправить данные, вот, например, с транспортного на транспортный, да, и вот посмотреть, где оно загибается. Если не проходит, то вы начинаете искать снизу вверх, начиная с физики, канала, сети и, собственно, открытости тех или иных портов. Вот такие вот инструменты. Если вы используете какие-то другие инструменты, то, пожалуйста, напишите, может, какие-то опции, как правильно курл читается, кто знает. Поэтому пишите комментарии, вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Следующий важный момент, коллеги, если для вас это видео было полезным, пожалуйста, оцените его лайком. Мне все-таки будет приятно. Ну и подписывайтесь на наш канал. Собственно, все наши мастер-классы, они делаются по вашим заявкам. Поэтому, может быть, что-то у вас не получается, то, пожалуйста, напишите об этом, что вы там делаете, да. Потому что у меня все-таки 15 лет опыта, и мне нравится этим опытом делиться. Поэтому, что-то не получается, напишите, мы сделаем мастер-класс, и прям детально это дело все разберем. Ну и если вам интересна тема Линукса, сетей, кибербезопасности, программирования, то приходите к нам на курсах, где вы сможете систематизировать все ваши знания, то есть вот разложить все по полочкам, детально знать, как, что, где. Ну и самое главное, то, что мы помогаем с трудоустройством. То есть, как результат всей вашей, нашей совместной работы, это должно быть повышение вашей заработной платы. Вот на этом надо фокусироваться, ну и надо в этом направлении двигаться. Таким образом, приглашаю вас на фундаментальный курс по сетям CISCO CCNA, где вот детально мы рассмотрим, как это дело все работает. Ну и что важно, если вы скажете, я CISCO никогда отменить не буду, и не надо. Команды CISCO используются везде, даже вот сегодня в Линуксе вы видели, да, IP-адрес-шоу, уже как в CISCO почти. Вот, дальше. Курс по Линуксу. Коллеги, введение в Линукс, пожалуйста, 24 доллара, 6 занятий. Вот, научитесь вот работать, вот то, что я показывал, по крайней мере, легко сможете сделать. Несложно. Дальше. Введение в кибербезопасность. Коллеги, кибербезопасников сейчас, на данный момент, нужно больше, чем всех вместе взятых программистов. Направление классное, прикольное, и, как говорится, это в долгую, да. То есть, можно вырасти, можно хорошо, там, на ближайшие десяток лет можно себе хорошую профессию, как говорится, сделать. Вот, но надо учиться, поэтому, поэтому приходите, и мы поможем с этим делом. Ну, и, еще раз, нужно быть специалистом на стыке знаний, да, то есть, вот, например, сети, Линукс, добавьте программирование, добавьте Python сюда, коллеги. Автоматизация. Сейчас весь мир держится на автоматизации. DevOps-инженер. Зарплату, вы видели, зарплату, две с половиной тысячи долларов без опыта работы. Поэтому, давайте делать этот стык, давайте двигаться, поэтому приглашаем вас. И, собственно, будем двигаться вперед. Если есть вопросы, предложения по мастер-классам, то, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите в чат. Звоните, может, у кого-то что-то не получается, да. Мы, как бы, живые люди, можем помочь вам в каких-то тех или иных вопросах. Поэтому, you welcome, you welcome. На этом, коллеги, все. Мир дому вашему. Салам алейкум. Берегите себя своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. На этом все. До свидания. ИНТРИГУЕ ПОРЬ probably не лучшему. АЛТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АЛТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...